Музыка США будут в ближайшее время постепенно сокращать свое присутствие в ближневосточном регионе по целому ряду причин. Во-первых, это геополитическое соперничество с Китаем, которое выходит на первый план. На первый план выходит Тихоокеанский регион, о чем заявляла еще Хиллари Клинтон в 2012 году. Во-вторых, прямое военное присутствие и военные акции, которые имели место в Ираке, в Афганистане, они показали свою неэффективность и большую затратность. Поэтому США переходят к стратегии управляемого хаоса. То есть они, конечно, безусловно, остаются в регионе, но остаются в нескольких реперных точках. Прежде всего, это обеспечение безопасности Израиля, безусловно, остается приоритетом США. Вторая реперная точка – это Персидский залив и контроль над путями поставок нефти. Ну и третья, скорее всего, это Суэцкий канал и то, что связано с Египтом. А в остальных регионах, таких субрегионах Ближнего Востока, скорее всего, это будет стратегия управляемого хаоса, когда суннитов будут натравливать на шуитов, какие-то государства Персидского залива на Иран и так далее. То, что мы, собственно говоря, видим сейчас на примере Сирии, сирийского вопроса. Если бы Соединенные Штаты серьезно хотели, например, свернуть Асада в Сирии, привести к власти своих людей, но я думаю, что они нашли бы уже пути и методы сделать это. Но стратегия заключается в продолжении гражданской войны в Сирии и в максимальном ослаблении этой страны. Когда в Сирии уже ничего, наверное, не останется, тогда будут реальные мирные переговоры. То есть здесь идет вот такая политика стравливания различных конфессиональных, религиозных групп, опять же, стран залива с Ираном и, так сказать, наблюдение за этим процессом и иногда поощрение каких-то тенденций либо их прекращение.